я же лучше собаки итак да итак друзья ну собственно сначала немного трипологии говоря скажите мне понятно что все там любят смотреть игры и там начинают 1 2 3 10 20 25 вот на каком разе вам заедает того как обновляют скажем так пачки фото вот а собственно а уж себя любимого и через несколько лет не жаль как посмотреть момент который угнетает когда смотришь там очередного фотографа по счету что уже не то где же там и ракурс да вот это именно та мысль которая затолкнула меня как раз узнаете по долей всегда потому что это совершенно естественный порядок выбирать фотографии по времени съемки потом узнать что эти рожи в этом разрушаете они вот здесь а здесь их уже не будет слава богу ну на самом деле серьезно да вот я и после маневров золотолетких вот думал например как раз того что люди фотографируют сходки там ищут себя на этих сходках просмотрят одни там первая вторая третья сходка там и так далее все это заново да это было бы может быть интересно разные ракурсы да если вот они собраны скобку а если по десять раз за но смотреть вот и нет никакой возможности грубкой смотрите первая сходка все ракурсы раз вторая сходка все ракурсы это угнетает то есть начальная идея была именно такая а потом где показала свою плодотворность да и раскрыла там какие-то еще нюансы чем это полезно на самом деле полезно это просто вот вот такая да да смотри на фотографию вопрос что это в принципе так снимать в какой-то вопрос заключается в том да что происходит . происходит понятное не всегда и если знать хронологию происходившего то вопрос ответ у вопрос когда уже и дает ответ на вопрос, что происходит. И характерная иллюстрация, которая меня осенила, когда я работал экспериментально, как раз после Балайки. Как я говорил, я был в команде «Дампы». Этого человека я прекрасно знал, думал, что он действительно человек, прочее заблуждение испытывал, но совершенно не понимаю, когда это было снято. Мало того, была еще одна загадочная фотография, с не менее загадочным выражением лица не привыкли. Я не могу сказать даже, где это снято, но этот человек тоже с командой «Дампы», и вот чудесная фотография, я считаю, снимается выражение лица. И, соответственно, когда я стал работать на 100 лет в Песерке, вот что у меня открылось. в Песерке. А главное — избавиться. Ну вот, собственно, те же самые фотографии, да? 3-я, 4-я, снимает ее расслабно. И вот мы видим, что в 10 часов утра происходило сие 10. Так. Скажем, чтобы был лимбом. Значит, и вот. Вверх и вниз. Видите, как все тяжело здесь, когда я смогу поработать, значит, дубль и вниз. Ну, собственно, вы поняли, да, что фотографии эти по времени, они сильно друг от друга не отличаются. Они снят где-то в одно и то же время, да. То есть загадка выражения этих лиц, она где-то рядом. В ней ее отгадка. Смотрите снимать. Вот. А я обнаружил тоже следующую группу лиц. Вот, да. В принципе, вот здесь вот уже можно догадаться, собственно, что происходит. И почему эти люди так внимательно смотрят. Видите, да? В 10 утра, вот. Мы со Светой как раз тогда вылюбали здесь. Здравствуй. И мы несли вас. Сейчас занималось, так сказать, население замка. Вот, смотри. Население замка имело странное урожение лица, и вы знаете, по какому полу? В 10 утра. Когда мы дежурь на сети. Вот. Обратите внимание. Соответственно, Флоран уже практически ответили. Нужно начинать вопросы. Вот. И, так сказать, финальная фотография. Та-дам! Вот. И, соответственно, свидетели, которые были запрошены уже, ну, понимаете, с вашими лицом, это сказать, что да. И мало того, что да, и твоя красота, статистика была откровена вот этому человеку. Причине чего он имеет вот такое движение. Ну, правда, потом был завтрак, через некоторое время, да, вот, действительно, что уже в 8 минут там что-то котлевать будет, в общем-то. То есть никто ничего не потерял, но остаточек остался. Вот. Все, что нам осталось сделать, с точки зрения, да, для будущих зрителей, чтобы они там не занимались эффективными методами, раскрыть этот нюанс, вот, и навсегда оставить эту метку, я бы даже сказал клеймо, да, вот. Вот. Я последовал ритм сакси. Ну, почему? Сакси, я думал, был непричем. Я думал, даже не знал, че это стахит. Итак, вы видим, вам видно, да, на этом видео? Сейчас я вам увеличу. Я вам увеличу эту клубную надпись для вас. В общем-то написано «Сахит». Вот, то есть вот эта зона, она отвечена как то, что происходит на ней – это стахит. И это правда. Вот. Собственно, такое чудесное открытие я ожидал. И фото-лескость, она вот на эту тему очень добавна вещь. Это один фотограф, просто за счет хронологии, да, она открывает такие рамки. Ставьте, есть ли, где-то. Итак… Ну, вы видели, она работает под браузером Opera, который не у всех есть, которого не все любят, да. Но… Зря. Соответственно, в надпись он идет интегрирован, да, как… Ну, это фактически представляет, то есть как отдельное приложение. Она не сделала ни установки, ничего. Она просто запускается одним файлом и вот, и сейчас загрузится. Да. Ну, собственно, здесь написано «Правда». Как хотите? Вот, чтобы помельче, побольше получалось или что-то другое? Вот так вот, да. Значит, здесь написано «Правда». Здесь действительно 3 тысячи 10 фотографий. Вот. Ну, когда я расспрашивал людей, там, мнения были такие, что там, у меня там с одним только там маневров, там, 2 тысячи фотографий, когда я буду смотреть? Знаете, фотографии какие-то можно просто пробежать. Вот, допустим, парад идет, да, происходит. Собственно, все фотографии, которые мы здесь с вами увидим, это будут фотографии именно парада. Вы можете быть уверены, что вот на… Ну, то есть, понятно, что это время с 9 часов вечера, а 4 июля, да, до 4. Это действительно парад. И так и будет. И поэтому, несмотря на то, что это парад, там, порядка 500, да, вы просто летаете дальше спокойно и, как бы, не заморачивайтесь перед темой. Так. Ну, собственно, что хотелось сказать. Первые открытия меня ожидали практически сразу. Ну, я, давайте чуть-чуть вернусь назад, объясню, собственно, чтобы увидеть, если это со мной все не говорит. Мы видим здесь три канонологических шкалы, да, верхние в минуту, средние в часах, и ниже тут дни. Так. Здесь вот, приглядевшись, можно увидеть, да, что вот на сцене шкале, например, существует некая седлая область. Вот здесь вот, да. Эта седлая область показывает, какую часть изображается эта летопись на ней. Потому что, вот видите, там листочки, да? Прямо вот эта вот седлая листочка вообще видно. Да, вот. Ага. Это вот эта фотография. Соответственно, эта же фотография, она там видит вот та вот, на лестнице с днями. Соответственно, это показывает между положенными фотографиями. Красными отлично фотографии, на которых какие-то содержательные комментарии. Но вот, для тех, кто не понимает, что делают эти таджики, на самом деле, это окончательное строительство святой соси, но это действительно, там, полигиозное зрелище, и потом это будет видно. Да. И, собственно, вот здесь разноцветные зоны, да, которые зоны полученного внимания. То есть там происходит что-то крупное, какое-то значительное.